Привет друзья, с вами Саньтей, продолжаем мы рубиться во вторую готику, продолжаю я выполнять задания в логове Масиаф. В этом видосе я расскажу как выполнить квесты, убить Хасима и очистить рудник. После выполнения задания плата за рабов, 280 видос, ссылка появится сверху. Иду к Приору Тиаманту. Хорошо, что ты тут послушник. Тут как раз есть для тебя одно очень деликатное поручение. Дело касается одного из наших бойцов. Его зовут Хасим. Думаю, что ты уже встречался с ним. Все довольно просто. Ты должен убить его. И не стоит задаваться вопросом, почему это необходимо. Но сделать это нужно тихо и подальше от любопытных глаз. Никто не должен узнать об этом. Тебе все ясно? Киваю головой. Отлично. Надеюсь, что ты меня не подведешь. Поскольку во многом от этого будет зависеть твоя собственная судьба. Теперь все. Ступай. Иду к Хасиму Глеколому и говорю, что у меня к нему есть дело. Эй, ты! У меня к тебе есть одно дело. Что еще такое? Чтобы выманить Хасима наружу, говорю, что Приор Асаир хочет его видеть. Приор Асаир хочет тебя видеть. И попросил меня как можно скорее сопроводить тебя до его пещеры. Асаир? Раньше он не присылал послушников, чтобы сообщить мне об этом. Уверен, он сделал это не просто так. Поэтому лучше не терять времени и поспешить к нему. Ладно, как скажешь. Ступай, а я пойду следом за тобой. Веду Хасима подальше от храма, чтобы его мочкануть. Почему ты остановился? Потому что мы пришли. Хм, и как это понимать? Просто Приор Тиамант хочет твоей смерти. И я сейчас исполню его волю. Что? Так значит, ты просто заманил меня в эту глушь, чтобы убить? Все верно. Ну что же, ты можешь попробовать сопляк. Давай, давай. Дальше гашу Хасима. В инвентаре у него бутылка вина «Золотая лоза», дающая плюс 10 к максимальному хп. Дальше иду к Тиаманту, говорю, что я грохнул Хасима. Сразу беру новый квест «Очистит рудник». Что с моим поручением, послушник? Ты уладил дело с Хасимом? Хорошо. Надеюсь, что он не слишком долго мучился. Что же касается тебя, то тут есть еще одно довольно непростое дельса. Недавно приоросаир прислал мне сообщение о том, что на руднике завелись какие-то твари, которые пожирали всех его рабов. Поэтому он попросил меня разобраться с этой проблемой. А я, в свою очередь, даю это поручение тебе. Позаботься об этих тварях, чтобы они больше не доставляли нам неприятности. Дальше иду в подгорный проход, откуда я пришел из Харинеса. Вижу, что проход заполонили рудные ползуны. Гашу их всех. Ползуны убили всех рабов. Возвращаюсь к Тиаманту и говорю, что дело сделано. Ах, это ты, послушник. Полагаю, что ты сюда пришел не просто так. А Саир уже прислал весточку о том, что рудник снова свободен, и его рабы готовы вернуться к добыче железной руды. Что же, ты хорошо поработал. Не зря я тебе доверился. Хорошо, тогда я тебе скажу. За все то время, что ты выполнял мои поручения, ты показал себя с лучшей стороны и доказал мне, что способен на многое. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, я считаю, что ты достоин стать моим мюридом. Думаю, ты понимаешь, что это означает, и не подведешь меня в дальнейшем. Приор Тиамант назначил меня своим мюридом-избранником. Теперь, так как я стал мюридом у всех трех приоров, я могу идти к Ханиару-Слепцу. Постой, послушник. До меня дошли слухи, что мастер Тиамант сделал тебя своим мюридом. Это правда? Киваю. Это и не удивительно. Ты обратил на себя внимание трех приоров-масьяв. А это не может пройти мимо меня бесследно. Поэтому я и заговорил с тобой, чтобы дать тебе шанс вновь проявить себя. Но на этот раз оценивать твои деяния буду я сам. Ну а теперь к делу. Готов ли ты принять мое испытание? Снова молча киваю. Очень хорошо. Теперь слушай меня внимательно. Совсем недавно был убит один из наших братьев. Его звали Хасим Кликалом. Ты что-нибудь слышал об этом? Значит, смотрите. Есть два варианта завершения этого квеста. Первый вариант самый простой. Говорю, что Хасима убил я. Конечно. Ведь это я убил его. Ты? Ты убил элитную тень Масьява? Знаешь, мне в это как-то трудно поверить. Я сделал это по приказу приоры Тиаманта. Тиаманта? Знаешь, все, что ты сейчас здесь сказал, крайне... интересно. Думаю, ты понимаешь, что, произнося такое вслух, ты очень сильно рискуешь своей головой. Хотя, с другой стороны, ты не производишь впечатления безумца, готового с легкостью расстаться со своей жизнью. Поэтому мне нужно время, чтобы разобраться со всем этим. Откатываю сохранение. Второй вариант, который выбрал я, за него можно получить больше опыта. Говорю, что я знаю о том, что он мертв. Я знаю о том, что он мертв. Само собой. И как ты понимаешь, я не в восторге от этой новости. Поэтому твоя первоочередная задача выяснить, кто стоит за этим убийством. И как можно быстрее. Теперь ступай. И если что-нибудь узнаешь, то первым делом сообщи мне. Ханиар поручил мне найти убийцу Хасима Клыколома. Ну, то есть меня самого. Чтобы решить, что делать дальше, иду за советом к Гонсалесу. У нас есть небольшая проблема. Это меня не удивляет. И что на этот раз? Один из приоров Масиафа дал мне поручение найти убийцу Хасима. То есть меня самого. Забавно, ничего не скажешь. И кто же именно из приоров заинтересовался его гибелью? Его зовут Ханиар. Ханиар? Сам Ханиар Слепец дал тебе это поручение. А что, ты его знаешь? Эх, парень. Я бы и рад сказать, что нет. Да только это не так. Ну, тогда у тебя только два варианта. Либо ты расскажешь Ханиару правду, либо попытаешься поговорить с приором Тиамантом. В конце концов, это ведь по его приказу ты отправил бедолагу на тот свет. Вот пусть теперь сам и выкручивается. По совету Гонсалеса, иду к Тиаманту. Я не хотел побеспокоить вас, мастер. Но мне необходимо поговорить с вами насчет Хасима. Хм, а если мне не изменяет память, то он недавно умер. Так оно и есть. Но в этом как раз и заключается проблема. Интересно, какая именно? Приор Ханиар сильно обеспокоен смертью Хасима. Поэтому послал меня разузнать, кто за этим стоит. Ах, вот в чем дело. Хе-хе, не волнуйся, Мерит. Видимо, это просто я забыл предупредить Ханиара о том небольшом происшествии. Но, коли это моя вина, я могу тебе решить эту проблему. Я сейчас же напишу Ханиару письмо, в котором объясню ему некоторые нюансы этого дела. А ты отнесешь его. Так, где тут была моя бумага? Ну где же она, черт бы ее побрал? Ааа, проклятие Беллера! Видимо, я где-то ее оставил. Мерит, сходи на склад и принеси мне новую пачку бумаги для письма. Не писать же мне на каком-то рванье. Да поторопись, это все-таки в твоих интересах тоже. После диалога на складе на ящике появится связка бумаг. Вот пачка бумаги для письма, которую вы просили, мастер. Отлично, Мерит. Сейчас я напишу письмо. Подожди минутку. Так-то лучше. Теперь можешь отнести его Ханиару. Все, ступай. В письме написано Сообщаю тебе, что убийство Тени по имени Хасим было необходимо во благо всех нас и выполнено по моему поручению подателям сего письма. Подробнее объясню при встрече. Теомант. Иду к Ханаиру, отдаю письмо. Я... Насчет убийцы Хасима. Хорошо. Только говори быстро и по существу. У меня для вас письмо от приора Теоманта, мастер. Письмо? Дай мне взглянуть. А ты умеешь заводить себе влиятельных друзей? Если сам Теомант вступился за тебя. Ну хорошо. Оставим пока в стороне убийство Хасима. Лучше ответь мне на один вопрос. Почему ты сразу все мне не рассказал? Говорю, что в отличие от слов Теоманта мое слово мало что значит. Боюсь, в отличие от слов Теоманта мое слово мало что стоит. Да и расскажи я тебе всю правду. Скорее всего, ты бы убил меня на месте. Хотя это и ваше право, мастер. А ты вовсе не глуп, Мюрид. Признаюсь честно, в любом бы другом случае я снес бы твою голову, не сходя с этого места, даже несмотря на то, что тебе покровительствует сам Тиамант. Однако твоя убедительная речь пока что заставила меня повременить с этим. Возможно, ты действительно будешь мне полезен, но сейчас пока что еще рано говорить об этом, так что не стой истуканом, вступай уже. Дальше иду к Гонсалесу и говорю, что все прошло успешно. Насчет проблемы с Хасимом. Сдается мне, раз ты все еще жив, то тебе таки удалось выкрутиться из этой непростой ситуации. Ты, как всегда, прав. Хотя мне и пришлось для этого изрядно попотеть. Этот Ханиар тот еще хитрец. Это тебе еще повезло. Обычно он не слишком любит церемониться с такими мелочами. Что-то мне подсказывает, что он не просто так сохранил тебе жизнь. Но вот зачем он это сделал? Это большой вопрос. Давно хотел спросить. Откуда тебе столько известно про братство? Придет время и все сам узнаешь. А пока не надо доставать меня этими расспросами. Договорились? Как скажешь. Очень важно, чтобы получить следующий квест, нужно обязательно сходить к статуе Белиара и помолиться за душу Хасима Клыколома. Белиар! Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. Также в описании находится ссылка на плейлист. Подписывайтесь, ставьте лайкосы, пишите комменты. Всем до свидания.